Для Эдуарда Березовского служба в армии – дело чести. Отец и дед – офицеры. Прадед и вовсе отдал жизни за страну Великую Отечественную. Сам молодой человек по профессии ветеринар, но всегда хотел в спецназ. А мечты, как известно, сбываются. Призывная комиссия распределяет в Марьину Горку. Есть желание отслужить в армии, защищать свою родину. В принципе, как и все ребята. Научиться чему-то новому, приобрести, возможно, друзей, получить навыки, потянуть свою физическую подготовку. Студенты-первокурсники белорусских учебных заведений сельхозпрофиля, как и в прошлые годы, смогут отслужить в армии в качестве резервистов во время летних каникул. Но только по желанию. Что касается остальных, военкомати стараются пойти навстречу при подборе подразделения. Всего же Бобруйской призывной комиссии предстоит вынести свыше тысячи решений, в том числе и о предоставлении отсрочек. В настоящее время отсрочки могут быть предоставлены по следующим основаниям. По состоянию здоровья, для продолжения образования, по семейному положению, для осуществления депутатской деятельности, для прохождения интернатуры и сдачи квалификационного испытания, для получения военно-технических специальностей и на основании указов президента Республики Беларусь. Минобороны и Минздрав, к слову, уточнили требования к здоровью призывников. Нововведения коснулись 22 пунктов. Связано это с многочисленными обращениями молодых людей, которые хотят стать военными, но не могут получить допуск к воинской службе. К примеру, в силы специальных операций теперь не берут мужчин с массой тела более 100 килограмм. Раньше максимальный вес был 90. Конкретизированы и уровни определения годности при заболеваниях эндокринной и нервной систем, расстройстве питания, нарушении обменных процессов, болезнях глаз, сердца, кожи, позвоночника, при артериальной гипертензии и деформации стопы. У нас службы проходят в Вооруженных силах Республики Беларусь, в Министерстве внутренних службы, в органах пограничной службы и в Комитете государственной безопасности. Все наши юноши охватывают весь спектр силового блока. В Бобруйске призыву подлежат свыше 300 человек. Отправка в войска пройдет с 26 апреля по 5 мая. Солдатский хлеб не бывает легким, но тот, кто его попробовал, может по праву называться настоящим мужчиной, который дал священную клятву достойно исполнять свой долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Беларуси. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.